В последнее время мне как-то на пути попадается много людей, которые считают себя христианами и выступают в виде таких утешителей, которые повторяют, будто бы взятые из Писания, не судите да не судимы будете. Эти слова там действительно есть, но продолжение этой фразы почему-то опускают и ее смысл исчезает. Каков смысл для этих псевдо-христиан? Смысл такой – никого не осуждайте, вообще ни за что и никогда. И вас тоже не будут осуждать. И создается такой альянс, мы создаем такое сообщество, в котором мы друг другу все извиняем. Ну да, человек ошибся, впал в грех, но мы не осуждаем его за эти грехи. А мы впадаем в грехи, они нас не осуждают. Мы взаимно друг другу все прощаем. А прощает ли нам Господь Бог то, что мы творим сейчас сами? О чем вообще идет речь в Писании и как вообще вырваться из этого псевдо-христианства? Оборванная фраза, которая повторяется многократно. Говорят, ну вы уж не осуждайте, он же вроде как наш. Потому что есть в Писании такое – не судите и не судимы будете. Давайте вместе прочтем целиком все, что написано по этому поводу, начиная вот с этой фразы в Евангелии от Матфея. Вот смотрите. «Сказал Господь, не судите, да не судимы будете». Надо продолжать дальше читать. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру меряете, такой и вам будут мерить». Вот это целиком предложение. «Каким судом судите, таким и вас будут судить. И какой меру меряете, такой и вас померят». То есть, если вы судите каким-то судом, то должны быть готовы к тому, что и вас таким же судом, исходя из таких же принципов, осудят. А не о том, что не судить вообще. Это некое предупреждение, что если вы беретесь судить, то вы обязаны помнить, что и вас по таким же принципам будут и за то же самое будут осуждать. И дальше связанная, разъясняющая и поясняющая, о чем идет речь, фраза. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Это напоминание тем, кто судит других за те грехи, которыми сам страдает. За то, в чем сам грешен, может быть, многократно больше. Потому что в его глазу бревно, а он про какие-то щепки в глазу другого начинает рассуждать. «Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоему, а вот в твоем глазе бревно». То есть, вы начинаете кого-то лечить от греха, будучи сами греховны. Вы со своими разберитесь сначала. Вот если вы в этой теме, по которой вы собираетесь кого-то судить, понимаете, что вы этим не грешны или грешны в гораздо меньшей степени, тогда вы получаете моральное право кого-то осуждать и судить. Потому что вы сами готовы ровно к такому же суду над собой. Вы уже над собой этот суд мысленно провели. Что вы не так себя ведете, а по-другому. И других склоняете к тому, чтобы они приблизились к вашей позиции, к вашей нравственной норме, которая ближе к Христу, чем поведение какого-то человека. И тогда суд тот самый, который возможен. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынул сучок из глаза брата твоего». Если вынул бревно, тогда помогай брату своему от этого сучка в глазу освободиться. И это уже прямое склонение к тому, что судить обязательно судить. Обязательно судить, но праведным судом. И поэтому в Евангелии от Иоанна так и написано. «Судите судом праведным». Это прямая директива. Судите судом праведным. Речь идет о праведном суде. А неправедным не судите. Поэтому если не судите неправедным судом, и вас тоже неправедным судить не станут. Или если это произойдет, то не от тех людей, которых вы судите. Судите судом праведным. А неправедным судом вас кто-нибудь другой осудит. Пусть от вас не исходит неправедного суда. Есть толкование этого фрагмента Писания у святых отцов. И тот, кто пытается использовать эту фразу, ну вы хотя бы прочтите то, что было написано. Я для вас сделал вот такую подборочку, как мог сократил. Посмотрим сейчас, что говорил, например, святой Афанасий Великий. Господь говорит, что одно и то же и в равной мере терпят и кто судит, и кто меряет. Впрочем, говорит, не в том смысле, в каком понимают еретики. Еретики, обманывая сами себя и неразумеющие, ни я же глаголят, ни них же утверждают. Ибо разрешая за деньги, приносящих неразумное гибельное покаяние, готовы они утверждать, что не должно судить и того, кто сделал смертный грех. Вот еретики утверждают, что не должно судить того, кто сделал смертный грех, потому что Господь сказал, не судите, да не судимы будете. Но если это действительно так, как утверждают они, то без сомнения подвергся бы осуждению праведной ной, который осмеятеля хама осудил стать рабом братьей. И Моисея, судив собирающего дрова в субботу, повелел побить камнями вне стана. А и преемник его Иисуса, судив Ахана за татьбу, истребил со всем домом и так далее, и так далее, и так далее этих примеров. Бесчетное количество, когда есть суд, есть осуждение в Писании. Возьмите Писание, и вы вообще не читали Писание те, кто утверждает, что нельзя судить, не суди, да не судим будешь. Да это все не так. Вы не понимаете, что вы читаете. Вы какой-то фрагмент, он зацепился в голове, и вы начинаете его повторять. А смысла не понимаете, не чувствуете, потому что в целом Писание для вас остается недоступным, учение Христа для вас осталось где-то в стороне. Если все праведные судили и не были сами судимы, паче же, избраны на духовное служение, то чему же не должно судить, как говорят еретики? Господь сказал, не судите, да не судимы будете, не для того, чтобы мы поступали в чем или делали что без суда, но имея в виду фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправляли сами себя. Вот в чем дело. Так, например, убийцу по закону осуждали на смерть, а сами беззаконно убивали пророков. При Любодею определяли казнь, как при Любодею. Сами же, как кони женоденавистные, ржали на чужих жен. Татья осуждали, тогда как сами были похитителями чужих достояний. И отсаживали комаров, верблюдов же пожирали. А что таковы были фарисеи и книжники, явствуют из следующих за 7 слов, сказанных Господом. Следующие слова-то в этом фрагменте, я их придержал, в том же фрагменте, вот прямо продолжение этих слов после вынь сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, прямо вот уже установка в этом же самом фрагменте. И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и обратились и не растерзали вас. Не давайте святыне псам. То есть уже есть объект осуждения, объект суда прямо здесь, в этом же самом фрагменте. Но вы же не читаете Писание? Зачем же тогда вы его цитируете? Далее святой Иоанн Златоуст. Что ж, уже ли не должно обвинять согрешающих? Да и Павел тоже самое говорит, или лучше Христос через Павла. А ты что, осуждаешь брата твоего? Или ты что, унижаешь брата твоего? Кто ты, осуждающий чужого раба? И опять, посему не судите и никак прежде времени, пока не придет Господь. Это все фразы из Писания. Каким же образом тот же апостол в другом месте говорит? Обличай, запрещай, увещевай. И еще, согрешающих обличай перед всеми. Равным образом и Христос говорит Петру, пойди и обличи его перед тобою и им одним. Если же не послушает, возьми с собой другого. Если же и при этом не поступит, скажи церкви. Вот прямая инструкция есть. А вы говорите, не судите. Христос говорит, судите. Вот как надо судить конкретного человека, ближнего своего, брата своего. Вот так. И для чего он поставил столь многих обличителей, и не только обличителей, но и карателей. Так что, кто не послушается, никого из этих последних того велел почитать за язычника и мытаря. С какой также целью верил им и ключи? И если ведь они не будут судить, то не будут иметь никакой важности, и, следовательно, в суе получили власть вязать и решать. С другой стороны, если бы все было так, то все пришло бы в расстройство и в церкви, и в гражданских обществах, и в семьях. Если господин не будет судить своего слугу, госпожа-служанку, отец-сына, а друг своего друга, то зло будет распространяться все более и более. И что я говорю друг друга? Даже если врагов не будем судить, то никогда не будем в состоянии разрушить вражду. Но все придет в совершеннейший беспорядок. Вот что, как вы фразу из Писания превращаете в еретический смысл. Не суди, да не судим будешь. Это как бы обещание неподсудности за то, что ты другого не обвиняешь в преступлениях. Да невозможно это. Спаситель не все вообще грехи повелевает не судить, и не всем без исключения запрещает это делать. Но тем только, которые сами, будучи исполнены бесчисленных грехов, порицают других за маловажные какие-нибудь проступки. Мне кажется также, что Христос указывает здесь и на иудеев, которые, будучи злыми обвинителями своих ближних, в каких-нибудь маловажных и ничтожных поступках, сами бессовестно творили великие грехи. Павел в послании к Коринфянам запретил не вообще судить, но судить только высших ввиду неизвестности дела, равным образом не вообще запрещает исправлять согрешающих. Он упрекал и тогда не всех безразличия, а укорял, во-первых, учеников, которые так поступали в рассуждении своих учителей. И, во-вторых, тех людей, которые сами, будучи виновны в бесчисленных согрешениях, клеветали на невинных. То же самое дает разуметь и Христос в данном месте. Не просто дает разуметь, но еще и внушает великий страх и угрожает неизбежным наказанием. Ибо каким судом судите, говорит он, таким будете судимы. Ты осуждаешь, говорит он, не ближнего, но самого себя и себя самого подвергаешь страшному суду и страшному истязанию. Спаситель сказал, не останавливай согрешающего, но не суди, то есть не будь жестоким судьею. При том же это сказано не о важных, явно запрещенных грехах, как уже было прежде замечено, но о таких, которые не почитаются грехами, потому что он сказал, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего. И так сказанное Спасителем заповедь имеет такой смысл. Кто сам подвержен многим порокам, тот не должен быть строгим судьею погрешности и других людей. И особенно, когда они маловажны. Следовательно, он не запрещает обличать или исправлять, но возбраняет не родить о собственных грехах и восставать при этом против чужих. И это потому, что осуждение другого много содействовало бы увеличению зла, усугубляя порочность. В самом деле, кто привык не родить о своих великих преступлениях и строго судить о малых незначительных погрешностях других, тот терпит двоякий вред, как потому, что не родит о своих грехах, так и потому, что питает ко всем вражду и ненависть, и каждый день возбуждается в крайней жестокости к немилосердию. Вот еще один известный святитель Лука Крымский, которому приписывают сталинизм совершенно нелепым образом, считая, что тогдашние сталинские публикации – это и есть позиция Луки Крымского, который за веру пострадал очень основательно. То, что там где-то он сказал во славу Сталина – ну так это просто вранье. Я считаю, что это просто вранье. Вы можете как угодно придумывать. Сталинисты это особенно любят. У нас есть целый класс таких людей, которые себя за православных почитают. Православные сталинисты для меня – это сатанисты, а не какие-то неправославные. Так вот, Лука Крымский, военно-осинецкий, кто знает, сказал так. Что же, запрещает ли Господь Иисус Христос говорить, что прелюбодеец грешит? Запрещает ли говорить, что убийца, вор, грабитель – достойное осуждение? Нет, не запрещает Господь всего этого. Господь Иисус Христос запрещает другое. Он запрещает то же, что запрещает и святой апостол Павел. А ты что осуждаешь брата твоего? Или что ты унижаешь брата своего? Все мы предстанем на суд Христов. Видите ли, святой апостол Павел решительно запрещает суд над братом своим, но он же и в посланиях к Тимофею говорит – «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением, и согрешающих обличай перед всеми». Вся 23 глава Евангелия от Матфея – грозная речь обличения. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Господь Иисус Христос в довольно резких словах осуждает книжников и фарисеев. Господь осудил их, назвал лицемерами. «Не должны мы молчать, но обличать, должны кротко, тихо, не осуждаем, а с любовью, с желанием исправить без злорадства и злобы». Но это касается личного. А то, что касается горнего, то, что касается веры, то, что касается справедливости, чести, достоинства, здесь нет ограничений и для самого Господа Бога, который говорит «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». И говорит «Каким судом судите, вас тоже будут судить». То есть здесь уже никакой кротости нет. Здесь самым решительным образом. Это вот брата своего, который оступился, вот можно увещевать и спокойненько его возвращать на пути Господней. А тот, кто решительно ушел, тот, кто превратился в явного сатаниста, или у кого мозги набегреть от того, что у него зацепилось только полфразы из Писания, и он это начинает повторять, так тут уж какая кротость. Вот Блаженный Августин еще. Это относится к тому, что говорит апостол в другом месте. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнажит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Следовательно, некоторые дела двоякие, по двояким делам. Не надо торопиться судить». Вот об этом Блаженный Августин говорит, понимая, о чем говорил Господь через апостола Павла. Есть места, в которых можно сомневаться, поэтому здесь не надо торопиться судить, не надо торопиться выяснять истину, которая скрыта от нас. Здесь нет вопросов. Если истина еще не обнажилась в полной мере, то не надо торопиться судить. А уж там, где она ясна, чего же себя сдерживать, когда есть прямое предписание Господа, вот тут-то судить и надо. Вот еще фраза Блаженный Иероним Стридонский. Если он запрещает судить, то на каком основании апостол Павел осуждает Блудодея в Коринфе, и апостол Петр изобличает во лжи Ананию и Сапфиру. Но из дальнейших запрещений он показал, что именно он запретил, говоря, ибо как вы будете судить, так будут судить и о вас. Итак, судить он не запретил, а научил. Как судить? Как судить? Вот тот фрагмент из Евангелия от Матфея, который мы вначале прочли, и есть завет о том, как судить. Как судить? Сам Господь будет судить. У него, конечно, не надо перенимать то, что Господу завещано, то, что откроется в конце времен, но то, что нам открыто сейчас. Есть народные мудрости, которые позволяют, ну, как-то проще, не обращаясь к Писанию, каким-то чутьем понять, как не осуждать. Конечно, и Блудодея надо осудить, и убийцу надо остановить, а как же без этого? И тогда, если кто-то судит, надо мысленно сказать, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Есть такая народная присказка. То есть, кто бы говорил о тех преступлениях, которые сам совершает? У нас вот эти путинские суды, например, они судят, да, конечно, все преступники. Нас начинают судить за то, что мы судей осуждаем за то, что они беззаконники, а они все беззаконники. Вот здесь, да, вот чья бы корова мычала, вот мысленно, надо сказать, любому судье, который пытается осуждать за какие-то мелочи, будучи сам беззаконником, таким системным и ежедневным. И еще из басни Крылова, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться? Это тоже случай, когда не судите, на себя обратитесь сначала. Но если вы видите явное отступление от правды жизни, от веры Христовой, если вы видите очевидных негодяев, обуянных чертовскими какими-то страстями, уже ли вам не нужно осудить этих людей? Не нужно изобличить перед всем обществом? Мы же живем вот в потопе грехов. Да, на нас они тоже отражаются. Но как же нам не говорить о них, о том, что происходит вокруг? Как же нам не говорить о отступлении от веры Христовой, людей, которых мы вроде бы считали своими, а они окажутся совсем не своими? Они говорят, да мы не ваши, мы вообще-то еврейские. Ну, тогда как же обойтись без того, чтобы не сказать, ну, что ж, ты еврейский, тогда вот иди к ним, а мы как-то вот в другой стороне. Не то, чтобы ты настолько плох, что мы на тебе ставим крест. Ну, там у тебя есть какая-то профессиональная деятельность, но в том деле, в котором мы рассчитывали на твое участие, мы уже тебя никак не ждем и не приглашаем. И у нас какая-то своя жизнь в этом вопросе. Нам, русским людям, остается действительно немного. Да, среди молодежи достаточно тех, кто свихнувшись уже совсем от своих смартфонов и вот этих зацепившихся фраз, там всякие фразы цепляются, пустую голову ложатся очень хорошо, всякие бредни. Поэтому бреднями забиты головы молодежи и очень многие из них превращаются в сатанистов. Ну, у людей, которые обладают, ну, хотя бы минимум духовного читья, есть понимание того, что единственное, за что держится еще русский народ, это за православную веру. Пока держатся, пока есть праведники в нашем народе, пока есть носители русской идеи и правды Христовой, Русь еще держится. Когда с этим закончится, ну, тогда будет Содом и Гамора. Собственно, мы уже и живем вот вокруг нас. Может быть, мы до себя не допускаем этих садомитов и гаморитов. А вокруг-то мы уже видим, что творится. И многие живут, захлебываются уже в этом, но никак не могут понять, что надо вернуться к вере Христовой. И тогда ты сам, по крайней мере, спасешься. Но спасая себя, ты будешь спасать и тех, кто вокруг тебя. И, может быть, нам совокупно и удастся Русь спасти от нашествия вот этой орды сатанистов. Слава Руси! Господи, спаси! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова